И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – Медицинский центр «Призма». А у нас в студии Александр Кочетков, которого вы очень хорошо знаете, поэтому даже представлять его не буду. Александр, здравствуйте, очень рада вас видеть. Добрый день. Александр, вот вы знаете, вы как настоящий писатель, каким вы еще являетесь, у вас очень замечательные образы находятся, чтобы описывать определенные жизненные и политические ситуации. В связи с этим, это я так подвожу к тому, что меня просто порадовал, я с удовольствием читаю ваши посты, и последний был, конечно, замечательный, когда вы написали, как в преддверии местных выборов из шкафов начинают вываливаться не то, чтобы даже скелеты, а вот дальше вы развеете сами эту мысль, потому что это было прекрасное просто. Это было рентгеновские снимки. Да, вот это было гениально просто. Намеки, поскольку еще не дошло до полного обнародования всяких тайн. А дойдет? То есть когда начнут вываливаться скелеты, я просто хотела уточнить. А как же иначе-то? У нас же, вот что такое интервью нашумевшего Андрея Богдана, бывшего главы ОП, это такое предупреждение в стиле бриллиантового рука, бить буду аккуратно, но сильно. А тут будут и неаккуратно, и сильно. Все, самая страшная борьба, вражда, разборки и смертоубийство между бывшими партнерами, причем близкими партнерами. Вот эти вот они, знаете, когда два волка дерутся, они друг друга покусают и разойдутся. Два голубя не убивают, они вот заклевывают друг друга насмерть. Серьезно? Да, два голубя заклевывают. Чем менее опасное животное, тигры не убивают друг друга, какие-то косули могут запинать друг друга насмерть. Так вот, близкие партнеры, которых связывают некие дружеские отношения, внутренние симпатии и все прочее, вот они заклевывают друг друга, они как голуби воркуют сначала, а потом заклевывают друг друга до смерти. А у нас все отношения, которые в нынешней власти построены на личностных, на дружбе, на приязне, на предыдущем опыте, на вот этих эмоциональных, нерациональных. Рационально это значит, терпеть его ненавижу, отвратительно, но он знает вот это дело, и поскольку он мне в этом деле нужен, я его уж потерплю. Буду отворачиваться, но я потерплю. А дружба, только дружба, фрой, что все до тех пор, пока друг другу симпатичны, и потом мучительное расставание, и битье горшков, причем об голову, и все это. То, что у нас происходит, наша политика гламурная. И апофеоз, этой гламурной нынешней, у нас страну захватила гламурная хунта. Но поскольку хунта недееспособная, то я ее называю гламурной немочью. И апофеоз – это Маша Фокина, которая рулит геополитическими вопросами. И смотришь на нее и думаешь, блин, и зачем же мы 28 лет занимались независимостью, и все, чтобы некое создание, и не талантливое ни в одном отношении. Это сейчас гендерная дискриминация. Давайте скажем девушка. Ну, почему? Это вот это гендерное. Вот, это точно, все. Вы меня, да. Нет, вот существо, это не фиксирует гендерную прочую принадлежность. Да, вы правы, да, что-то вы меня поймали как-то, да. Объект человеческого вида не фиксирует гендерную принадлежность. Ой, сейчас на нас наедут и в ютубе. Все-все, мы больше не будем развивать эту тему. И в ютубе нас закроют. Так вот, Маша является абсолютно далекой от политики, от Украины, от чего бы то ни было. Вот это вот очень важно. Абсолютно далекая. Объект абсолютно далекий от всего. Позволяет себе вмешиваться в это и каким-то образом проталкивает некие решения, которые влияют абсолютно на все там появление. Виталий Павлович, это влиятельный момент, который люди пророссийского направления использовали для того, чтобы будоражить общество и вбрасывать туда определенные месседжи. Ну что с него, с ветерана-то спросишь, да? А он искренне совершенно, да? А это пальпирование общества, прощупывание. Я вам больше скажу, за этим пальпированием обязательно пойдут и некие практические шаги, поскольку то, что у нас происходит в стране, на стране происходит, нами правит гамурная немочь, поскольку она не способна решать проблему, не просто не способна решать проблему, когда она сталкивается в лоб-лоб с этой проблемой. Наша верхняя власть, да? А средняя у нас все нормально. Дереба нет, очень профессиональная. А вот она сталкивается с проблемой, ее можно сразу хвататься и решать. Ну, сгорячая, с пылью, с жаром, не очень хорошо, потому что можно нарешать дурни. Но еще хуже, если от нее отворачиваться и делать вид, что ее нет, и что она как-то рассосется. Вот наши делают именно так. Вместо того, чтобы столкнуться с проблемой, проанализировать и выбрать там путь решения, самая верхняя власть, я имею в виду, Владимир Александрович, отворачиваются и ждут, пока она рассосется. Или какой-нибудь, чтобы Андрей Гермак там как-то там разрулил, что-то там Разумков сделал, Архаме, Корниенко, пускай они там с корабельными соснами, вот все это порешают, и так-то вот оно. А я поеду и открою Запорожский мост, и сделаю фоточек. И зашибись полностью, поскольку основной электорат, а мы почему-то решили, что исповешность нашего правления базируется на рейтингах. Рейтинги Владимира Александровича неплохие. У него самые лучшие рейтинги и всех президентов, и всех президентов, которые на этот период были, фиксировались рейтинги, именно в том, что ничего не делают толком. Его основной электорат, в отличие от всех предыдущих президентов, это молодежь. Молодежь, ну там молодежь есть, да, ему удалось заманить ее на выборы. Сейчас им очень нравится молодежь, что он ездит, делает селфи, что-то там говорит, какие-то шутки шутит, употребляет шаурму там, или Макдональдс. А в Инстаграме как прекрасно все работают. Вот, это прикольно, молодежи нравится, и она поддерживает еще часть впавших в молодежиство, в детстве ветеранов, пенсионеров, точно так же под нее, ну просто хорошая картинка. Гастроль продолжается, им это безумно нравится, но это никоим образом не характеризует успешность правления в стране. Вот эти люди, они в какой-то прекрасный момент, что-то станет не так, они же мгновенно отвернутся, они мобильны. Та же молодежь, она очень лобильна, мобильна и изменчива в силу того, что она молодежь. Почему-то он считает, что это главное, решение проблем не главное, и он передоверил все свои проблемы решать в данной ситуации Андрею Ермаку и такого влиятельного, всесильного, всевластного главы президентского офиса не было сейчас там критикуют. А разве Медведчук не был таким? И близко не был, и близко. Даже на 50% не приближался. Во-первых, он был при сильном кучме, который в тот момент уже второй срок, уже устал, надоедало, но он был таки сильный, приопытный, второсрочный президент, на секундочку, да, за те же политреформу и все прочее, чтобы не оставлять своих полномочий, преемников, в которых он не верил. Так вот Медведчук никакого отношения не имел к внешней политике. Вообще, блин, это был МИД, это была служба помощников, это была серьезнейшая система, СНБО занималась, то есть у него была масса информации, и сам он непосредственно ее получал. Никаким образом Медведчук, как глава президентской администрации, не вмешивался в армию, ни малейшим образом. У него был жуткий конфликт с кабинетом министров, доходило там до легенды про мордобой, но до словесных стычек с Януковичем Медведчук постоянно доходило. Регулярно терпеть, другую ненавидели. А Ермак влияет абсолютно на все, внешняя политика. Это он армией руководит, отвести людей, это он всем кабинетом министров руководит, это он всем Верховным Советом до тех пор, пока надо проводить президентские решения. Это тоже он, нет такой сферы медицины, он космосом, я не знаю, полезными, скопаемыми, он занимается полностью, забрал на себя весь сектор взаимодействия с так называемыми спонсорами власти. Они всегда были, и, к сожалению, у этой власти есть спонсор, который финансирует разные ее хотелки, в том числе и депутатские, депутатские хотелки и так далее, и так далее. Вот он замкнул финансовый сектор абсолютно и официальный, и теневой на себя. Не было такого человека. Это не вице-президент. Это в пять раз выше, чем вице-президент, да, потому что он реально кукловодит президентом по его доброму согласию. По доброму согласию Вадима Александровича, Андрей Гермак руководит всем, поскольку он доверил, а сам удалился в созерцание там своего пупка или не знаю чего творческого, да. Потому что то, что происходит, Вадим Александрович все-таки человек эмоциональный, чувствует, что происходит не очень хорошо. Вот со всех сторон окружает. У нас сейчас очень сложная конструкция в мире получается, да. Коронакризис, который совпал, не думаю, что случайно. Коронакризис, я имею в виду, что да, есть вирус, да, он опасен, но реакция на него неадекватная. Реакция очень напоминает, что мировые воротивы, прежде всего финансовые, хотят закопать под этот кризис, похоронить кучу всяких финансовых и прочих просчетов, кучу необеспеченных активов, кучу там напечатанных денег, достаточно пустых, вот этот перезгретый финансовый рынок, им надо повыпускать из него, так сказать, лишний парк, каким-то образом оздоровить мировую финансовую систему и заодно подрихтовать геополитические отношения. Ух ты, это интересно, давайте об этом поглубже. Коронавирус идеально под это подходит. Это какой-то форс-мажор, при котором как бы действующие правила, формальные и неформальные, оставляются в сторону, спасаться надо, где мило, и есть возможность как бы порулить в ручном режиме, принять какие-то решения, все особо не очень гласные, там где-то вести какую-то экономию, там где-то сократить социальные какие-то расходы, там что-то между странами порешать в целях спасения какого-то бизнеса, кучу возможностей для ручного управления с одной стороны, с другой стороны ужесточения, прагматичности, эгоистичности стран, и в первую очередь крупных стран, которые могут позволить себе эгоистичность, вот на этом фоне происходит определенное перераспределение возможностей, усилий, направлений за счет слабых. В слабое попала, между прочим, наша любимая Российская Федерация, поскольку ее поджимают со всех сторон, и не только потому, что они вытворяют, бог знает что, и абсолютно бессмысленные допускают провалы, как с тем же Навальным, Алексеем, но это не налазит абсолютно на голову. Если бы такого громогласного обвинения не было, я бы думал, что это все-таки какой-то розыгрыш, какая-то хитрая подстава, какая-то комбинация в стиле украинского СБУ и Бабченко, псевдоубитого, но поскольку об этом говорят серьезные люди на очень серьезном уровне, то приходится верить, а здравый смысл напрочь отказывает, вот такие провалы ставят, Россию в позицию, за счет которых будут играть. Что хотят Штаты? Штаты хотят получить Европу в качестве серьезного рынка сбыта, прежде всего до своих энергоносителей, естественно, выйти с них в Россию. Ну, очевидно. В этот трамвай много пассажиров не помещается, все сидячие места уже заняты, значит, надо кого-то поднимать и выйти снять. Под предлогом того, что Россия использует энергоноситель как геополитическое, геоэкономическое оружие, это правда, конечно, и все мы об этом прекрасно знаем, Советский Союз еще начинал этим делом заниматься, для того я строил такую систему по дешевой цене, чтобы потом влиять на политическую ситуацию. Но Штаты собираются делать то же самое, мы своими глазами точно так же использовать давление, Европа это понимает, Европа брыкается, хотела бы диверсифицировать. Не случайно же они проголосовали, помните, 24 страны против санкций, которые хочет Америка ввести, против государств, которые участвуют в строительстве Северного потока. Вот это же... Да, это не только защита России, это и защита еще, так сказать, внутриевропейского рынка от экспансии другого, очень сильного игрока. Один сильный игрок, очень сильный игрок, вытесняет другого сильного игрока, коим в свое время являлась Россия. Ну, а Европа не хотела бы оказываться в положении бильярдного шара, которого игроки гоняют в Тулзу, или в эту ближнюю. Бильярдному швы все равно, не очень хорошо по нему тюкают, он катится только. Не хотят, разумно не хотят, хотят сохранить некое равновесие. Ну, Штаты давят, да, Россия подставляется, ее, конечно, будут вытеснять. Россия должна действовать, контрмеры какие-то применять, в том числе и для внутреннего рынка, если ее вытесняют. У «Газпрома» проблемы, у «Роснефти» проблемы, саудиты помнят все, у них тысячевековая история, они обид не забывают. В свое время Россия пообещала совместную деятельность в отношении неценообразования, кинули, как обычно, да, замечательно, саудиты-то помнят. Сейчас достаточно целенаправленно сбивают цену на нефть, так, чтобы именно подкосить Россию «Роснефть» и все, что завязано, то, что цена на газ отстраивается от нефти во всяких расчетах, то есть ее достают. Нужно в России некие там успехи, плюс дающие экономические перспективы. Беларусь, не случайно, выборы-то понятны, но Россия к этому готовилась, и мягкое поглощение Беларуси, это выгодно, чрезвычайно, России, поскольку это внутри страны дает некий импульс, отлично, Крым наш, Беларусь наш, Минск наш, все нас любят, к нам присоединяются, на добровольные основы. Какие-то трудности можно потерять, новый рынок, более того, поскольку Россия всегда спонсировала Беларусь в неявном виде, они закупали там кучу у них товаров по завышенным ценам, выше, чем эти же товары, аналогичные стоят в России и для россиян, более того, они часть продукции там закупали и дорабатывали ее, чтобы потом сельхозтехнику и все про, чтобы потом российский рынок ее туда же внутренне сплатили. Цена на нефтепродукты занижена, они их перерабатывают и поставляют в ту же Украину по вполне приемлемой конкурентной цене и так далее, и так далее. То есть это скрытое датирование. И все равно Беларусь не вписывалась в экономический стандарт, долг перед той же Россией нарастал, 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 потому что там на предприятии, об этом Лукашенко честно говорит, что 100 человек работает, а у нас тут работает 300, потому что это социальная государство, потому что мы 200 бездельников тут держим, хотя можно было обойтись без них. Мы держим зарплату, пенсия у них будет, медицина у них и все такое прочее. Так вот, мягкое поглощение, которое, да, и предполагалось, мы здесь с вами говорили, и происходит сейчас, оно, во-первых, снимает необходимость вот этого внутреннего датирования, можно выравнивать ситуацию, во-вторых, российский крупный бизнес сейчас начнет осваивать ликвидные белорусские активы, а делают они это замечательно, наберут всю цепочку, а вот это вот ликвид, вот эту часть, которую можно использовать, которая четко дает прибыль, мы ее вырезаем, забираем себе, и либо перепродаем, либо начинаем ее эксплуатировать до невозможности, а все остальное выбрасываем, поскольку вроде бы не так обойдемся, мы вот тут у нас свое есть, вот это же вот, тут исходные товары мы купим вот там, а вот это пускай умирает, то есть белорус, то, конечно же, ее экономика, социальная, социальная направленность точно навернется, но для России это будет плюс, поскольку некое экономическое улучшение ситуации в связи с поглощением белоруси там произойдет, то есть это необходимо, и в Кремле все это понимают, следующим ходом за успешное поглощение ну понятно, что надо додавливать Украину тем же мягким образом, чтобы пошло подтягивание хотя бы там ассоциированным членам это союзное государство, которым все говорят, которое существует, но не живет, а сейчас этого зомби собираются там гальванизировать, гальванизировать, чтобы он так задушал, начал ходить, начал ходить через российско-украинскую границу, с кусками там отваливающихся шестеренок, гниющие плотины, ужасник такой, так вот, надо подтягивать Украину, подтягивать таким образом, чтобы геополитические вопросы решались в Кремле, военные вопросы решались в Кремле, геоэкономические, то есть большие поставки там на эрганизацию, решались в Кремле, а все остальное вы сами на самообеспечении. Подождите, ну как же это возможно? Они что, реально думают, что это еще возможно? Они абсолютно в этом убеждены, и, к сожалению, наша гламурная немощная власть полностью подтверждает, что это возможно. Поэтому вся ужас. Полностью убеждены, что это возможно, что в отличие от Порошенко, который тоже двигался к России, но все время пытался, а, выторговать свое положение и подгрести там в карман по дороге как можно больше, вот его тащат, сгребают, сгребают, и в карман сгребают, сгребают, и в карман, хотя его там волокутно вынос, да, и это раздражало до невозможности. То эти просто отвернулись, вот это вот, носом в уголок, отвернулись, и что там за спиной происходит? Поскольку я не вижу, этого и не происходит, да. Ребенок спрятался вот под одеялко, да, и все, и вражеские истребители пролетели мимо. Вот такая реакция. Вот они сначала не понимали, что происходит, да, было же у всех, у многих предположение, что новый человек, ничего не соображающий в государственном управлении, возьмет сильных и злых, сильных и злых, которые знают, как это делать, и даст им полную возможность ломать и строить новое. Вот, поскольку он не разбирается, ему этого не жалко, вот этого государственной, этой машины, она ему не нравится, поскольку она постсоветская, старая, не фиг, он ее критиковал, то он вызывает команду ликвидаторов, и они сносят это лучше всего направленным взрывом, ба-бах, и ничего не осталось, и после этого на этом месте строят великолепный, великолепный, живой, промышленный, какой угодно комплекс, так все предполагали, и это пугало Россию, это пугало Россию, пророческие слова Зеленского, обращенного к СНГ, смотрите, мы же смогли, а вот сейчас мы еще тут начнем строить. Городсад построен? Да, вообще, это пугало, потом они посмотрели, да, не, мало того, что ничего не собирается делать, и никого к этому делу, которые в курсе, не привлекают, там нужен такой, не то, что там мягкий там премьер-министр, разбирают, вообще, даже палач какой-то экономический, который способен олигархат, всю эту теневую экономику, не просто там уговорить, чтобы она вышла из тени, пинками, очень жесткими пинками вытащить ее из тени, да, в синяках, пускай, это самое, но, тем не менее, тем не менее, выворачивают карманы, то есть действовать жестко. Этого ничего не произошло, и они видят, что можно кривить, можно, да, давить, можно додавить, можно не просто додавить, можно устроить кастинг, кастинг на главного хранителя независимой Украины, главный хранитель независимости, кастинг такой кремлевский, кто сумеет из вас тут, кто тут под ногами, под ногами, со Спасской башни смотрит, кто тут под ногами тут ворошиться на мовер с муля, кто сумеет реализовать Минск в нашей интерпретации, а именно выборы, без разоружения, без контроля границ, без присутствия украинских политиков, средств массовой информации, вот без этого всего, даже без гривны там, вот, тот становится нашим таким неофициальным представителем России, по Украине, по главным там экономическим вопросам, по большому бизнесу, то есть тот человек, та команда, в считанные там годы становится одними из самых богатых, самых влиятельных, ну и самых счастливых людей на постсоветском пространстве, миллиарды, тут же приходят, есть за что бороться, и сформировалось, цельных две команды у нас на этот кастинг, участвует в кастинге, Медведчук, Коломойский, они давние партнеры, и они работают вместе, они работают на одну цель, и примыкающий к ним, примыкающий к ним в своих интересах Порошенко. То есть это одна группа? Это одна группа, Порошенко не то чтобы, то что там говорить, даже бывший наш министр иностранных дел уже, так сказать, признался, что Медведчук с дачи в Крыму был вытащен непосредственно Порошенко, они давние партнеры, они много лет работали вместе, у них прекрасное взаимопонимание, и сейчас это взаимопонимание продолжается только внешние роли, немножко этот типа патриотизм Порошенко, Медведчук типа за Россию, хотя общая цель создать здесь некую систему устойчивого своего управления и продолжать деребанить страну, мародерство и все и прочее, но из-под России, да какая им разница, Петру Порошенко никакой на самом деле в этой системе разницы не будет, с удовольствием войдет к примеру в кабинет министров там премьер-министр Медведчук это без проблем, входил же к Януковичу министром иностранных для таким он. Министром экономики же он был, правда? Министром иностранных дел в том числе он тоже был. И министром иностранных дел тоже был. Министром экономики при Януковиче и обратите внимание, что интересы их совпадают в достаточной степени интересы Коломойского его, он считает, что если сейчас повернуться, развернуться в сторону России, что он сделал, то это поможет снять проблемы с американцами. То есть я спрячусь в домике, который ближе от России и американские преследования, ФБРовские расследования его каким-то образом обойдут. Поэтому он не случайно развернулся в ту сторону. То есть это про-оссийское направление. У Медведчука это искренняя оппозиция, совершенно искренняя оппозиция, плюс вот эти перспективы. Он же знает, что избрать его главой Украины невозможно назначить каким-нибудь генерал-губернатором, премьер-министром при отсутствии президента или фиктивным президентом. Вот это можно назначить из Кремля или откуда. Он прекрасно понимает, что это единственный пост, единственный путь возглавить Украину для него. Коломойский из своих шкурных интересов, те все трудности, которые у него возникли, заровнять каким-то образом. Порошенко хочет реванша в той или иной степени. Эти раскачивают страну, и он будет с ними раскачивать страну, но с патриотического фланга. Отличная команда, борются. Схема какая? Местные выборы. Заходим максимальным количеством людей во все местные советы, где можем победить на мэриях полностью единодушия за майбутни партии Коломойска, организовываем коллиции внутри городских, областных и прочих советов. И начинаем качать страну в том смысле, что не подчиняемся, у нас же есть коронакризис, местная власть не подчиняется идиотским указаниям из центра. Расширяем на всю страну эту практику и по коронавирусу, и по каким-то экономическим мишеням. Что-то там школу открывать, закрывать, по языку, еще чего-то. Вот это вот снизу идущий, целенаправленный, осмысленный хаос. При этом одновременно какие-то протесты по поводу патриотических, со стороны патриотического фланга, какие-то пророссийские, какие-то столкновения, хаос. неподчинение фронта регионов, неподчинение центру, отрицание экономических решений кабинета министра, не хотим отдавать дологи, давайте нам Медведчук, что бы про него, он темный, но он последовательный и системный. И вот такой план он способен отменеджировать. Он, пожалуй, способен отменеджировать чуть ли не лучший человек в Украине насчет менеджирования хаоса. У него это замечательно получается. И, соответственно, во мне вот этого хаоса возникает еще, либо переформатируем Верховную Раду, перекупая совершенно ошалевших депутатов Слуги Народа, я об этом отдельно скажу, они сейчас находятся, они напоминают сейчас домашних животных. По кошке, собаке они предчувствуют землетрясение, они пытаются спрятаться, куда-то, спастись. Вот кошки, собаки, домашние животные спасаются от землетрясения, куда-то бегут, забиваются какие-то там хозяев удоражат, выбегают на улицу. Вот депутаты от Слуги Народа, они сейчас чувствуют политическое землетрясение и пытаются либо там сбежать какой-то проект, либо наесться напоследок, ухватить там какой-то собачьего, кошачьего корма, ну то есть коррупционные, коррупционные какие-то, куча этих идиотских, явно коррупционных, явно убийских законопроектов, появилась ужас просто там, вплоть до навязывания риэлты, вот этих депутатов команды Медведчука, она готова перекупить, которые в ужасе хотят, так сказать, наесться напоследок, они их с удовольствием готовы перекупить и создать, развалить коллицу, монобольшинство развалит, и постараться создать новое большинство, куда вот войдут там Самойпутни, ОПЗЖ, ситуационно будет поддерживать, ясное дело, Порошенковская сила, вот такое, либо если этого не будет получаться, раскачивая страну, настаивать на перевыборах, поскольку умонастроение общества, отраженное на местных выборах, ну абсолютно не будет соответствовать ситуации Верховной Раде, поскольку там мода большинства, это будет понятно, да, вот не хочет страна подчиняться, потому что эти не представляют общество, а общество представляет вот местные выборы, ситуация совсем изменилась, и все, начинает еще и бушевать улицы, вот такой происходит досрочный выбор или переформатирование парламента, внезапно, совершенно резко, Верховная Рада Украины вспоминает, что у нас парламентская президентская республика, и стратегии внешней политики у нас определяют, кто парламент, кабинет министров и президентов исполняют по конституции, а определяют, вырабатывают, Верховная Рада, экономическую, с кем взаимодействовать, с Европой или или с этим самым Таежным Союзом, таможенным Союзом, тоже Верховная Рада определяет стратегию экономического развития Украины, выпускает определенные директивы, кабинет министров, исполняет, Верховная Рада, не офис президента, формирует кабинет, это министров-то, оп, и у нас возникает реальная парламентская президентская республика, в контуре которой тот же Медведчук еще в 2010 году, в 2009 году, рисовал, когда они пытались эту реформу завести, все, и тогда у нас остается слабенький, гламурный президент Владимир Александрович, к которому, да, ты хотел мира, вот мы тебе сейчас этот мир и обеспечим, кабинет министров, Верховная Рада полностью пойдет по пути кремлевского плана, совершенно очевидная вещь, это такой план, и он как бы не скрывается, он спокойно озвучивается, он звучит в телевизоре, где угодно, обратите внимание, медийные возможности холдинга Медведчука, холдинга Коломойского и холдинга Порошенко, если их объединить, да, не способны, такого хаоса в умах незрелого населения украинского навести, просто ужас, у них есть чем поддержать вот эти раскрученные Зеленским идеи там хождения к миру, в который вкладывается неизвестно что, но вот этот мир они не обеспечат, а он вынужден будет кивать, это одна команда, вторая команда, нынешняя власть окружения Зеленского в главе с Андреем Гермаком, он не случайно перебрал на себя и кабмин, и влияние на Верховную Радость, и подмял под себя внешнюю политику, он хочет, имея возможности, реализовать этот план, искренне хочет, российский план, реализовать, провести свою Верховную Раду и постановление вот сейчас о проведении, проведении выборов местных одновременно по всей территории Донбасса, включая неконтролируемые, вот те 500 тысяч, которые они типа забыли, типа забыли из-за того, что там отсутствие безопасности, прифронтовые районы Донецкой и Луганской области по письму военных этих самых администраций, там два резона таких получается. То есть вы считаете, это намеренный такой план? Абсолютно намеренный. Первый намеренный резон, что наличие военно-гражданских администраций позволяет упрощать, скажем так, мягко, упрощать процедуры тендера, использование бюджетных средств, проще можно обходить тендеры, все проще. Прошли выборы, появляются нормальные администрации, советы, и упрощенная схема дерева на бюджетных средств исчезает. Не хотят. Второй момент. Оставляем эту часть и вывешиваем конфетку, вывешиваем конфетку. О, 500 тысяч граждан, как бы нехорошо, а давайте мы сейчас, все, тут мирный процесс, тут у нас какие-то подвижки, тут у нас обмен плен, а давайте мы проведем выборы по всей территории Донбасса, вот этих 500 тысяч, да и с теми полуторамиллионами, которые находятся на неконтролируемой территории, поскольку у нас перемирие и все такое, мы же движемся к миру, а то, что там останутся бояки, раз, а раз у нас прошли местные выборы, замечательно, то давайте этот особый статус, который у нас есть в законе, ешь, это Верховная Рада принял, давайте его закрепим в Конституции, иначе у нас этот хрупкий мир может рухнуть. И вот такая вот схема со стороны власти, причем Зеленский не просто об этом знает, он не просто об этом знает, он это искренне поддерживает, он верит, что это единственный путь, пойти на полную реализацию кремлевских требований, кремлевского сценария, но сделать это таким образом, чтобы как бы вот... Чтобы никто не догадался. Чтобы как-то никто не догадался, и голову не отшибли, понимаете ли? Он четко понимает, что если впрямую выйти, и обо всем этом, что я сейчас говорю, сказать, то отшибут голову мгновенно, и очень этого боится, молодец, правильно боится, да? Но его тот же Ермак убедил, что можно это сделать потихоньку, через вот этих всех свадебных фотографов, мы сейчас сами за поддержку президента, туда их подтолкнем. Как там у нас намекают нехорошие депутаты типа Гео Лераса, конверты, на которых штампики крупных альгархийских фирм, раздадим, и очень многие на это поведутся, если мы там тройную зарплату занесем, это большие деньги. Вот если занести, условно говоря, тройную зарплату депутатам, а можно и пятерную, там квартиру хорошую, в центре города можно ходить, там взрослые, очень многие не устоят, и сук народа, очень многие не устоят, а остальная часть, она же и так под это заряжалась, ОПЗЖ под это заряжалась, за майбутние под это заряжалась, и еще куча там подобных депутатов, то есть это возможно. Уже даже сейчас. Вот Ермак уверен, что это возможно. Он реализует эту схему, поскольку искренне верит, что иначе там мира не может быть, как реализовать пророссийский план, кремлевский план, ну а он, естественно, получается этим победителем кастинга, и его команда во главе с ним становятся самыми богатыми, самыми влиятельными и самыми уважаемыми людьми на украинском пространстве, отодвигая всех олигархов в сторону. Вот такой кастинг у нас идет. И у России в этом смысле все хорошо, они получают Беларусь, и тут идет процесс в нужном им направлении. А гламурная немочь у нас ездит по стране, власть наша ездит по стране и делают вид, что все хорошо. Пытаясь отвлечься от дум об этих процессах и к чему они могут привести, мы извлекаемся гламурными инстаграмными фоточками, видосиками, ну и прочими, все более и более, это удивительно, обратите внимание, все более и более невнятными выступлениями. Те люди, которые пишут, не стали тупее, они также пишут. Ему все тяжелее и тяжелее произносить этот текст слов, поскольку он абсолютно, как вот артист, если он не верит в то, что ему произносят, кряво идет. Вот он все больше и больше не верит в то, что он говорит. Это все больше и больше его напрягает. И текст изучает все более и более кряво, неорганично, есть такой артист особо. Вот он все дальше и дальше неорганичен. Но вырваться из этого не то, что не пытается. Он в центре или на краю паутины, но не паук, а жертва, обмотанная этой паутиной. Как-то дергается, слабее, слабее, слабее. И для него это будет и политический, производственный, и личностный крах. Потому что я не знаю, как можно будет пережить вот такой крах и ту вполне возможную открытую ненависть, которая может на него выплеснуться, если кремлевский план таки пойдет в реализацию. Александр, ну, а может быть и правильно думают, вот вы сейчас описали план, как думает Андрей Ермак, предположим. Давайте исходить из... Я не знаю, как он думает. Я вижу действия. Вы анализируете действия. Я вижу, что заводятся там Фокин и Кравчук с известными, понятными... Они же озвучиваются. Я вижу попытки консультативного совета. Я вижу консультации, которые происходят в Верховном Совете. У нас есть фактическая информация. Но может он прав. Может быть, ему все удастся. Может, все удастся так сделать. Вот смотрите, если посмотреть образно, что происходит. Коронавирус. Помните, мы говорили о том, что вот, украинцы никогда не согласятся на то, что там продавать землю. 70% против. Коронавирус. Все сидят по домам. Верховная Рада спокойно проголосовала все, что нужно. А что, кто-то вышел на улицу? Кто-то вышел на улицу после того, как карантин отменили? Ничего. И все прекрасно знают, что происходит за лоштунками. Хорошее такое слово. Сейчас землей. Все это прекрасно понимают на всех уровнях властных. Но ничего же не случилось. А сейчас что? Хороший план. Вот сейчас раз, у нас же коронавирус очень сильно набирает оборотов. Сейчас раз такой маленький карантин. И Верховная Рада проголосует за все, и все будет работать. Почему? Может быть, он и правильно думает. И никто не выйдет. И ничего. Этот план, то, что я называю кремлевской стратегией, плавного подтягивания под себя Украины, плавная подтягивания, поддерживает большая часть украинского общества. Ну, опираемся на вполне объективную сессологию. Порядка 30% населения Украины поддерживает такой план вот на сегодня. То есть, электорат ОПЗЖ в чистом виде порядка 30%. И сейчас они выбирают 15%, у них еще большой потенциал. Но порядка 70% не поддерживает этот план. Причем, это зависит от региона и языка, на котором люди общаются. Но не полностью определяются. Довольно большое количество людей, русскоязычных, проживающих в юго-восточных регионах, не поддерживают этот план сползания. И главное, что лежит на пути этого плана сползания, то, что Донбасс пошел не по крымскому варианту. Там пролилась кровь. Там пролилась большая кровь. Очень многих людей погибли или были покалечены. Или были покалечены судьбы, близких людей, родных людей. Люди потеряли очень многие собственности. Люди потеряли предыдущую свою жизнь. Вот это не перешагнуть для очень многих людей. Если бы там не было, если бы это прошло по относительно минскому, мирному, крымскому пути, то да, такие шансы, я бы согласился, были бы вполне вероятны. такое мягкое сползание в объятия, удушающее объятие соседа, старшего брата. Но поскольку пролегла кровь, вот это не забывается. Обратите внимание, ветераны Красной Армии и ветераны УПА до сих пор они толком не могут примириться. И даже у их внуков все равно вспыхивает в интернете, мгновенно вспыхивает ненависть. Потому что между ними пролила кровь. Здесь кровь совсем недавно. Она продолжает проливать это перешагнуть. Они абсолютно не думают о вещах сакральных. Жизнь, смерть, кровь, сакральные вещи. Не только националисты в данном случае против сползания к России. Огромное количество русскоязычных людей с русской культурой. Но это правда. Более того, огромное количество думающих людей видят, что это беспреспективно. Просто это пролонгирует бессмысленный путь, тупиковый путь, который и Россия, и мы в том числе. разворачиваться в другую сторону. Большой авианосец Россия будет разворачиваться еще медленнее, чем крейсер Украина или танкер Украины. Еще медленнее, если мы будем вместе, эскадрой, еще медленнее разворачиваться на другую сторону. Многие же люди не могут сформулировать, то понимают, что 21 век совершенно другое. И Россия, и мы тогда вместе с ней будем двигаться в противоположную Иванов-Масков направлению, в противоположную сторону. Многие этого не хотят. И, скажем, затянуть, принять какие-то решения, тут такая тонкость, когда мы говорим про землю, а есть же заинтересанты, большие заинтересанты, агрохолдинги, которые втюхивают фермы, есть банки, заинтересанты, они же становятся резкими игроками, большинкрупными игроками, они в залог начнут брать землю, это заинтересанты, они же через имеющиеся у них системы влияния, они же поддерживают некий миф, что сейчас фермы, там появляются заинтересанты внизу, условно говоря, даже бабушки, вот мы сейчас у вас купим за какие-то деньги, с землей есть заинтересанты, есть умные люди, понимающие, что это беда, и мы ее потеряем, но часть населения заинтересована, и часть крупных игроков заинтересована, в интеграции с Россией заинтересованы те олигархические властные команды, о которых я сказал, а внутри-то бизнес пострадает, потому что успешный будет поглощен российский, ну просто тупо не выдержит конкуренции, да, просто людям куда деваться, в чем тут какая-то, прийти, кто хочет зарабатывать в России, так уже зарабатывают в России, очень многим будем просто, это ничего приятного, плюс сакральная вещь, боролись, боролись и напоролись, не хочется. Вот вся эта история с коронавирусом, с такой вынужденной самоизоляцией наших партнеров западных, ну потому что мы понимаем, что штаты, у них своя история очень непростая, и они могут на какой-то момент заниматься только своими вопросами. Мы видим, что коронавирус и закрытие границ лишило нас возможности ездить в Европу, то есть мы фактически на сегодня без вес не действуем, то есть вот те вот возможности, которые открывались, вот как-то все это закрывается для Украины, и Украина все больше оказывается загнанной, закрытой в своих собственных границах, вот так как-то выглядит сейчас. Насколько ситуация с нашими западными партнерами, у которых и своих дел-то, честно говоря, море, будет способствовать тому, что Путин может здесь очень хорошо играть? Вот так складывается так все или не складывается? Вот честно, вот честно, геополитическая игра на европейском континенте выглядит таким образом, что Россию поджимают в отношении нефти, газа и прочих их фокусов, а в компенсацию отдают Белоруссию, Украину. Вот так это выглядит. Я не говорю, что это кто-то написал такой план, но все действия, они однозначно выглядят именно так. Вот это ваша компенсация. Тут мы вас подвигаем, потому что вы сумасшедшие идиоты, способны химическим оружием травить своих собственных политиков, которые интегрированы в вашу политическую систему, и вы же их еще идиотским образом травите. Даже, почему же идиотским образом, Немцова убили, какие-то там отморозки, убили из пистолета, выстрелы, бог вас, стреляют, но вы же химическим оружием травить, вы расписываетесь, что это сделали, мы это сделали, либо вы расписываетесь в том, что вы не контролируете химическое оружие, это еще страшнее, чем вы кого-то отравили, то есть с вами не заработать, поскольку вы ведете себя идиотским совершенно и опасным образом, но мы же все понимаем, ядерное оружие, все переговоры, и вот, да, вот забирайте вот это, вот вам нужно, это вам поможет, мы же говорили, это вам поможет, это каким-то образом пролонгирует и в экономическом, и в политическом, в общественном смысле пролонгирует существование вашей системы, ради бога, нет же никаких серьезных возражений, хоть к слову кто-то сказал по поводу подтягивания Белоруссии под Россией из европейцев серьезных, да ни слова, против фальсификации, ну ради бога, а против поглощения, да никто не против, никто ничего не говорит, а кто будет что-то говорить по поводу поглощения Украины, если это идет формально, формально по минскому процессу, в российской трактовке, на то и трактовка, нормально, все хорошо, снимаем санкции, отлично, вот такой вот пряник, то есть, это такой вполне прагматичный, на фоне коронавируса и порожденного или совпавшего искусственного обзора с ней и общемирового кризиса, это выглядит абсолютно естественно, как поджимание, поджимание всех конечностей, эгоистическое группирование, решение своих интересов, а вы решайте свои, и Украина, решайте свои, мы за вас, ваши проблемы решать не собираемся, вы же не собираетесь не воевать, ни в военном смысле, ни в политическом, ни в экономическом, до сих пор толком и не проявили, да, разве что в 2014 году, все, а мы за вас не будем, точно. Александр, спасибо вам огромное, мы были очень рады. А хорошего что-нибудь сказать, все равно прорвемся. Да, что-то, оптимистично, в конце прорвемся. Да не первый раз же. Чего только с нами уже не случалось. Ну, такие эти ребята выровняют. И собой удобрят, или не собой удобрят. Но вот этот вот пустырь, на котором город-сад был, да, у них и пустырь получится, уже получается, могут даже собой и удобрить, потом начнет расти очень замечательно. Это хорошо. Александр Кочетков был у нас сегодня в гостях, за что мы им очень признательны. Спасибо вам огромное. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру в медицинском центре «Призма». Оставайтесь с нами. Это был Укралайф ТВ. Спасибо.